Книга «Открытым оком» 8 том. Вопрос 2073. «Какие заслуги ставили себе отшельники?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Наиглавнейшая заслуга себе они ставили первейшее нарушение главнейшего наказа Христа – нести благую весть незнающим еще истины спасения. Марка 16, 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Иоанн Прозорливый, 27 марта память. Я вспомнил тогда, что сказал мне преподобный, увещевая меня остаться в пустыне. Сорок лет я пребываю в этой кельи, и за все это время я не видел ни лица женского, ни какой-либо монеты, ни кого-либо едущим или пьющим. Равным образом и меня никто не видал, едущим или пьющим. Некандр, 24 сентября. Как сам он, так и супруга его Анастасия вели богоугодную жизнь, часто бывали в храме Божием, слушая Слово Господне и поучаясь заповедям Христовым. Старший сын Ихарсений, постоянно видя пред собой благочестивый пример своих родителей, оставил мирскую суету и принял монашеское пострижение, но еще более прославился своими подвигами и чудесами его брат Никон, впоследствии преподобный отец наш Никандр. Однажды, молясь в церкви, преподобный услышал евангельские слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко» Матфея 11, 28, 30. Сии слова поразили Никона, и он решил вскоре привести в исполнение свое заветное желание. Давно слышал он об одном каком-то пустынном, удаленном от сел и деревень, месте, между Псковом и Парховом, среди диких лесов и непроходимых болот. Но не знал Никон человека, который бы мог точно указать ему то место, желая постоянно исполнить на деле слова, сказанные Духом Святым, через праведного пророка и царя Давида. «Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури» Псалом 54, 8, 9. Молитва Святого была услышана, и по внушению Духа Святого из Пскова он отправился в свое родное село, «Видолебье». Здесь Никон узнал, что одному человеку по имени Феодор известно то место. Придя к Феодору, преподобный стал просить его. «С юного возраста слышал я о пустынном месте, но не было человека, кто указал бы мне его. Тебе известно место сие. Ради великого имени Божия укажи мне его. За сие и сам ты получишь награду от Господа, и моей грешной душе будешь наставником». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова